Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня очередной рецепт заготовки на зиму, а именно маринованные кабачки. При всей своей простоте и, я бы даже сказала, примитивности приготовления, кабачки получаются очень вкусными. Помимо самих кабачков понадобится буквально несколько ингредиентов. Некоторым такая закуска напоминает закуску из грибов, но я не разделяю это мнение. А вы приготовьте сами и решите, так это или нет. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, кабачки подойдут любые. Молодые очищать не нужно, а если вы берете переросшие, значит просто удалите у них кожицу и семена. У кабачков удаляю края, режу вдоль пополам и в зависимости от размера разрезаю еще на 2 или 3 части. Затем режу некрупными кубиками. К нарезанным кабачкам я добавляю чеснок, который тру на крупной терке, но можно пропустить через пресс для чеснока. Сюда же кладу черный молотый перец по вкусу, я добавляю чайную ложку и беру столько же молотого кориандра. Кладу резанный укроп, чем больше, тем лучше, крупную соль и столовую ложку сахара с небольшой горочкой. Обычный 9% уксус и рафинированное подсолнечное масло. Все аккуратно перемешиваю и дам постоять часа полтора. После того, как кабачки постояли, посмотрите, они пустили много сока и я их еще раз размешиваю. Далее раскладываю кабачки вместе с жидкостью по чистым баночкам, слегка утрамбовываю и весь оставшийся сок распределяю по банкам. Накрываю чистыми крышками, слегка прикручиваю их неплотно. На дно подходящей емкости я, например, использую старую чашу от мультиварки. Укладываю тряпочную салфетку и сверху устанавливаю банки. Маленькую баночку я, разумеется, буду стерилизовать отдельно. Заливаю теплой водой прямо из-под крана по плечике банок. Отправляю на умеренный огонь и после закипания буду стерилизовать 25 минут. Это касается 700 граммовых баночек. 500 граммовые буду стерилизовать 20 минут. Вода у меня при этом интенсивно не кипит. По прошествии отведенного времени достаю банки и уже закручиваю плотно. Затем накрываю чем-нибудь теплым и дам постоять сутки. При этом банки я не переворачиваю, а вы делайте, как привыкли. Из исходного количества продуктов у меня получилось 3 баночки по 700 грамм и 1 500. Такие кабачки очень хороши, как закуска, к обычному ужину или на праздничный стол, а также их можно подавать в качестве гарнира. Обязательно приготовьте такие кабачки, ведь делается все очень просто, а результат превосходит все ожидания. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на канале также и другие рецепты заготовок на зиму из кабачков и не только. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!